здравствуйте это мое первое обращение к армянам то есть первый выпуск армянский вопрос номер один сегодня 8 марта я хотел бы поздравить женщин армян но к сожалению я это не могу сделать потому что именно женщины армении создали прородили этих зверей которые уничтожили азербайджанцев мирных людей ходжалы и не только в ходжалы течение всего 20 века несколько раз убивали уничтожали мирных людей не понятно почему но сегодня не об этом не о женщинах будем говорить мы будем говорить об первом вопросе армении и очень сильно интересует какое отношение имеет слово армении к вам хаем который сейчас живете на территории подаренные вам так называемом государстве конечно же ваши историки вас обманывали и сейчас они обманывают обманывать тем что это ваша история тысячелетиями продолжается как будто вы здесь жили на самом деле вы сами очень хорошо знаете где вы жили потому что в ваших песнях даже ваших источниках об этом пишется ведь говоря о том что вы первые крестились на кавказе сами себя как бы обманываете ведь ваших историй источниках говорится о том что вы крестились на реке и фрата а где и фрат и кавказ и как понять эту связь географическую связь просто невозможно же понять вас обманули тем что вы армяне вы сами знаете чтобы гаи у вас свой язык никакого отношения не имеет к армянскому языку естественно не имеет никакому отношению к албанскому к албанской церкви который кстати вам тоже подарили и это было не очень-то давно это было тридцатых годах 19 века это вся история знает об этом вам подарили исторические тюркские земли и ревань который вообще ничего не означает на армянском даже на армянском даже на хайском языке кстати и все эти другие территории и зенге азур кейча вели можем продолжать вы можете сегодня реку зенге просто так называть зангу или гроздан но вы сами знаете что это не зангу и не гроздан это просто деньги а что означает деньги вы сами многие из вас знают на азербайджанском на тюркском языке и слова зенге это даже не тюркское слово но используется на тюркском языке это звон колокола и река как бы звонит сама по себе когда течет не только зенге а что вы скажете насчет реки гэдэр что означает на вашем языке гэдэр или гэдар как вы хотите его так переименовать и так далее но все это конечно же слова я не буду говорить о словах я хочу говорить о фактах вот первый факт что вам подарили государство 18 году создали для вас арадскую республику они не могли вам найти нормальное название они хотели вас назвать армянской республикой потому что знали что слово армения вам вообще не имеет никакого отношения вы хаи и вы даже сами не хотели бы чтобы вас ваше государство называлось армения вы же мечтаете цовицов хаяста они армения но в двадцатом году как бы с вами по-другому обошлись ваше государство уже было названо армянской ссср ну конечно же я не хочу там деталях говорить о том что уже вот росвильсон вам помогая понял что назвав страну арад фактически он не может для вас создать ту геополитическую сцену то есть те границы которые он мечтал а он почему мечтал потому что он считал вас игрушкой своей большой игре и вам в следующих выпусках напомню как пользовались и пользуются и будут пользоваться вами как игрушкой когда вам подарили первую независимость вы начали воевать с грузией непонятно территория территориальная претензия во второй раз когда вам подарили независимость вы начали воевать с азербайджанцами которые кстати вам относились очень хорошо вы в азербайджане в баку на горном карабахе в других территориях занимали очень хорошие посты у вас были очень хорошие возможности для вас они сделали все что можно но почему-то так вдруг ни с того ни с себя а может даже по диктовке а по моему не даже а точно по диктовке вам на блюдце представили такой вопрос карабахский вопрос и мы пошли на это ну ладно пошли пошли начали воевать создать для себя так называемую республику на горно карабахской республику первую очередь вы его назвали арцахом но вы сами поняли что слова арцах на хаем на вашем хайском языке или так даже на армянском языке никакого значения имеет для слова тюркское и вот именно в этот момент я хочу вам напомнить что кто армяне а кто хай армяне это древний народ который жил на кавказе у них есть своя история армяне жили в соседстве с албанией с другими племенами которые жили на кавказе часть их конечно же были христианами даже когда было арабское халифатство было создано пять армянских миликс вы сейчас называете их княжествами даже считается что это ваше царство такое вот ваша государственность но это не ваша государственность вообще-то это государственность армян этих армян сейчас просто не существует вы скажете куда они делись но я вам задам другой вопрос куда делись вообще-то римляне или египтцы там в египте сейчас живут арабы но 2000 лет тому назад допустим там жил совсем другой народ а сейчас этого народа нет вот то же самое случилось на кавказе армянцы армяне просто ну исчезли со страницы истории многое из них ассимировала допустим с другими народами похожим обрядами много из них допустим стало тюркоязычными потому что похожие обычаи были даже несколько из них которые вот сейчас живут карабахи кстати карабахцы больше чем армяне чем вы ереванцы потому что вы вообще-то переехали сюда в 19 веке из ирана из турции а еще сороковом году двадцатого года не сороковом а сорок восьмом году начиная сорок восьмого года вы вас даже из сирии из палестины да и не знаю откуда только не взяли и просто-набросто сюда отправили чтобы создать мощное такое но это мощное так вам кажется армянское государство но жители карабаха которые вы ассимировали с помощью российской империи российских чиновников которым вы давали взятки чтобы переименовать церковь чтобы переименовать название чтобы все книги которые были на албанском языке их просто-напросто сделать так называемом сечаше хайском языке кстати какое отношение вообще имеет кропар кашкапару вы говорите сейчас на шкапаре правильно а люди которые знают кропар вы вообще с ними когда нибудь разговаривали вы сейчас можете мне сказать что допустим какой-то диалект их так далее это не диалект вы же сами знаете что кропар это совсем другой язык и к вам это отношение вообще не имеет и вас в этом тоже обманывали кстати это ваши историки вот допустим мофсес хоринаци ваш так называемый историк который для себя и для вас придумал какую-то историю но это же не историк это не серьезно но допустим даже если верить в него он же сам говорит своих трудах о том что вы вообще-то не жили на кавказе вы его вообще читали я вам советую его перечитать вот издание мофсес хоринаци 1940 года я не знаю после этого как издавалось что вам издавали что вам преподносили это уже не мое дело я не знаю потому что я знаю вас я знал вас до восемьдесят восьмого года потому что я жил в ереване я там учился у меня соседи были ереванцы я вам скажу вам очень серьезно не повезло вас обманывали всегда и сейчас обманывают думать сейчас у вас демократия да вот так расцвело уличная демократия пришла на власть и все все у вас демократия все отлично но это же опять же обман вы когда отправляли терпеть россияна вы думали что качарян это демократия он принесет за собой ну я не знаю победу большую победу вы когда отправляли куча ряна думали но сержик все это сделает все устроит на самом деле было понятно всем но только вы поздно поняли что качаряна саркисьяновская вот эта власть это власть террора это просто-напросто палачи не только азербайджанского народа но и даже армянского народа кстати и сейчас вот появился уличный уличная обезьяна по именем пашиня но он типичная обезьяна вот как вот мне очень интересно люди которые живут ереване вот люди разумные люди живут там я их знаю допустим у них есть профессора ученые но как вы можете вот это обезьяне просто верить или голосовать за него как вас манипулировали вот это мне очень интересно чем вас вообще питали или в какое лекарство вам дали я не знаю что вы верите в этого уличного ну я не хочу выражаться конечно же типичная обезьяна которая не может даже себя вести в приличных местах ну за вами кровавая история когда говорят хай это во первую во первых ходжалы во первых 31 марта но не только 31 марта во все все мартовские события восемнадцатого года это зенгезурские события резня азербайджанцев это слово хай к сожалению именно вот так звучит и чтобы собирать сделать дальше вот появляется второй вопрос главный вопрос вот какие у вас планы вы же по моему не собираетесь уйти отсюда вы же как-то у вас же есть государство как-то планируете дальше жить как бы будете жить соседстве с азербайджанцами даже пусть им с грузинами нашли язык как как-то а вот с азербайджанцами вы как собираетесь жить с турцией как вы собираетесь жить можно узнать вот главный ваш вопрос я думаю что вы должны подумать на эту тему во первых поменять свой тон и принять не только принять а просто пока на покаяние должно быть вот массовое покаяние армян хаев то есть о том что вы сделали за весь период как вы переехали сюда из ирана из турции с помощью россии и после этого покаяния сесть за стол переговоров и как-нибудь найти именно найти общий язык с азербайджанцами потому что вы должны с нами найти общий язык вас уже очень мало осталось к сожалению это факт ваши ваше население вообще-то сколько уже я не знаю молодежь покидают армению а люди которые заварили эту кашу им уже по 50 даже больше наверное а сейчас они уже старые и с годами они будут беспомощными и я вам говорю точно что новое поколение не будет воевать не собирается воевать и вообще-то жить режиме военного как бы сейчас у вас какое положение ну можно сказать что вокруг только враги турции враг азербайджанцы враги но иран допустим ваш друг ну какой друг если вы считаете что из мусульман азербайджанцев и мусульман вообще не может быть друг вы также считаете только остается грузия которым кстати вы опять таки иногда делаете очень неприятные сюрпризы и что что будет дальше россия в конце концов просто остановится ему надоест вас питать содержать как проститутку и америке тоже в конце концов это все просто будет не надо ненужным процессом и поэтому я думаю что вы должны как-то собраться и подумать что делать дальше это был мой первый выпуск армянский вопрос номер один мы встретимся с вами я думаю что вы разумно подумайте о том что я вам сказал вы можете конечно же обливать здесь всяческими своими ну словами можете сказать что угодно ну хотя бы на минуту подумайте о том что я вам сказал до свидания